Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и поехали. Вы до сих пор не верите в драконов, а не хотите ли послушать сказку о драконе, который живет на далеком-далеком острове? Ни странствующих рыцарей, ни принцесс на этом острове совсем не наблюдается. Зато дракон самый, что ни на есть, настоящий и совсем не сказочный. Речь пойдет о драконе по прозвищу варан с острова Комода, он же гигантский индонезийский варан или комодосский варан или комодский дракон. Ну, если быть точными, то в данный момент, кроме острова Комода, наш герой обитает еще на нескольких индонезийских островах. И самое удивительное то, что при его технических характеристиках на этих островах обитает еще кто-то помимо него. Кстати, эти смельчаки-аборигены называют его Ора или Буайя-Дарат, что значит наземный крокодил. Комодский варан – это настоящее чудовище. Этот дракон – самая большая из ныне живущих на Земле ящериц, всего-то около 3 метров в длину и до 130 килограммов веса. Спасибо, что хоть огонь из пасти не изрыгает и на золоте не спит, хотя кто его знает. Кроме всего вышеперечисленного, Комод – это осколок древнейшей австралийской мегафауны, благополучно вымершей в доисторические времена. Да, вы не ослышались, австралийской просто десятки миллионов лет назад землю мотало туда-сюда. Суша сменялась водой и наоборот. В результате одного из отливов ледникового периода любопытные австралийские вараны решили прогуляться по открывшейся суши и посмотреть, кого бы там новенького сожрать. Потом вода опять поднялась, образовав острова нынешней Индонезии, где вараны благополучно изостряли, причем себе же на благо. Потому что географические причуды спасли драконов от истребления обезьяноподобными. Возраст древнейших ископаемых останков комодских варанов, найденных в Австралии, составляет более 4 миллионов лет. Наш дракон – сверххищник. Он создан для того, чтобы убивать. Причем делает это наш герой достаточно жестоко. С любовью и страстью к делу, так сказать. Посмотрим на арсенал. Ну, габариты уже понятны. Также имеется мощный хвост, который легко ломает добычи конечности. Зубы заточены на вырывание шмотов плоти. Когти выпарывают все, до чего дотянутся. При этом в арсенале комодского варана всего-то еще невероятные сила, скорость, выносливость и иммунитет. Короче говоря, перед нами машина для убийства. Варан бегает, лазает, плавает, прыгает, но на всеобщее счастье хотя бы не летает. И вишенка на торте способностей этой милейшей зверюшки яд не как у змей. Но вызвать головокружение, а то и паралич у жертвы, не говоря уже о сепсисе, может. Последние исследования предполагают, что яд варанов выработался не для охоты, а для лучшего переваривания добычи. Но от этого как-то не легче. Ест комодский варан все живое. Но размеры добычи варьируются в зависимости от возраста ящерки. По нарастающей от лягушек, змей, черепах, грызунов и прочей мелюзги до оленей, кабанов и даже буйволов. Крупной добыче дракоша обычно перекусывает сухожилия на ногах, обездвиживает и начинает трапезу, не всегда дожидаясь, пока обед окончательно умрет. Очаровательное создание, не правда ли? Также, когда есть совсем нечего, вараны, не заморачиваясь, едят друг дружку. Но должен же их самих хоть кто-то есть в самом деле. Комодские вараны ведут одиночный образ жизни, встречаясь и взаимодействуя друг с другом в непостоянных группах, только во время кормежки или в сезон размножения. Половой зрелости вараны достигают приблизительно на 5-10 год жизни, до которого доживает только небольшая часть появившихся на свет дракончиков. Проживут получившиеся в итоге драконьего парообразования дети около 50 лет. Вообще, с размножением у варанов все еще веселее, чем с едой. Помимо традиционных сексуальных действий, с кровавыми битвами и саитием, наши гости освоили партеногенез, то бишь непорочное зачатие. Самка откладывает неоплодотворенные самцом яйца, из которых благополучно вылупляются маленькие вараны, по законам генетики только самцы. Если же хочется немного повеселиться, то в брачный период сражаются не только мужчины. Самка также отстаивает свою невинность, равняя силы самцами. На самом деле у варана, конечно же, есть уязвимые стороны. Как у любого хищника, главная из них – это кормовая база. Меньше лесов, меньше копытных. Меньше копытных, меньше еды для драконов. И как итог, меньше самих драконов. Да и человек постарался, хотя тут его даже тяжело в этом упрекнуть. Сложно не выстрелить, когда на тебя из кустов выскакивает настоящий дракон. Все это привело к тому, что численность комодских варанов на всех островах, их обитание прилично сократилось. Сейчас вид процветает в заповедниках, куда туристов водят с большой осторожностью. И оговорками, ибо вараны никогда не против разнообразить свой рацион. Документально подтвержден лишь один случай – убийство и съедение человека комодским вараном. Но местные жители полудиких деревень утверждают, что драконы регулярно убивают минимум одного заплутавшего аборигена в год. С домашними животными это вообще отдельная история. Если наши предки гоняли волков, то местным Индонезии приходится целыми днями мониторить, чтобы корову, козочку или собаку не утащил чертов дракон. Благо, одной тушки рептилии хватает на месяц. Вот и сказке конец, а кто слушал, тот вряд ли захочет погладить эту рептилию по голове. Ну а наш дракон остался жить на своем собственном острове. Завел детей и внуков, живет да добра наживает. А странствующим рыцарям и принцессам, как водится, в драконье логово лучше не соваться. Ну что, вы поверили в существование настоящих драконов? Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Мы будем очень благодарны вам за посильную материальную поддержку для развития канала. Ссылка в описании. До скорых встреч!